Ребят, привет! Сейчас будет третья серия печальки. На самом деле сегодня нет времени долго этим заниматься, потому что вечером есть ряд важных встреч, поэтому думаю сейчас побыстролянам мы все запилим. Вот, воссоздадим проводку и я поеду отсюда к чертовой матери. Я тут подумал, что лучше все-таки снять торпеду. Там всего-то пара болтиков и она отвалится. Неохота туда вот лезть, ломать руки, пальцы, короче, резаться. Гораздо проще, если ее снять, будет открытый доступ к отофее. Всю ночь сторожил тачку, устал, прилег отдохнуть. Я скачал вот здесь электросхемы, распечатал. Принтер дома у меня, конечно же, как всегда умирает говно, но я думаю, что все будет нормально, здесь все понятно, поэтому смотрим. Сейчас побыстролянам буду это все пилить, покажу, что как. Короче, отвернули торпедов. Единственное, с чем пришлось погеморроиться, дело в том, что у Аси, которые здесь уже побывали, сквозняком, болтами и гайками, привернули торпеду. Насверлили дырок и привернули ее туда. Здесь какие-то были крепухи вот эти стоковые, копеечные, они их вырвали, поэтому им пришлось погеморроиться, чтобы все это отвернуть. Ну, если хорошая сторона, теперь у нас есть доступ ко всем проводам. Мы сейчас, я думаю, побыстролянам все это дело сделаем. Вот, соберем и посмотрим, что получилось. Надеюсь, электрика заработает, потому что вроде я не полный лох в этом деле. Навал будет? Не то слово. Ну, огонь тогда. Огонь. Тут вот видно, выгорело две дорожки, выгорел диод, сейчас прозвонили. Сейчас будем выпаивать со старого диодного моста от генератора, впаивать сюда помощнее, потом посмотрим, как это заработает. Спаяли мы приборку, значит, вот дорожки просто запаяли двумя проводками, поменяли диод и залили пластиковым пистолетом, чтобы дорожки не отслаивались. Я думаю, что будет работать. Будем пробовать ставить. Короче, сделали мы сейчас что могли, какими-то соплями, пылесосными шлангами, короче, все как-то скрутили. Сейчас это все должно включиться, заработать из того, что было сделано. С дальним светом, в принципе, вообще с фарами был дикий геморрой, в рамках того, что вот отсюда, от этого подрулевого переключателя, поскольку здесь, в принципе, релюх нет на ближний и дальний свет, были выдраны все провода, как-то все скручено, перекручено, короче, работал только ближний. Сейчас вот эту фиговину пришлось руль снимать, сюда провода запаялись, сейчас все работает. Должно, во всяком случае, собрали по схеме. Ну, что ты Котофея мутишь? Вот, более того, вот эта фиговина, она отвечала за, господи, за лампочку стояночного тормоза и лампочку уровня тормозной жидкости тоже что-то завинела. Внутри был каратыш, короче, не работало. Саня, оставьте в покое газа. Что еще? Ну, в принципе, много еще было геморроя, сейчас просто нет времени все это рассказывать. Давайте просто попробуем, как оно будет работать. Попробуем зажигание. Оп, лампочки загорелись. Так, габариты. Саня, посмотри, они горят сзади. Все, огонь горим. Стопаки загорелись. Дальше, давай сразу ближний поверим. Горит? Да. Горит? Да. 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 Есть. Есть. Есть оба. А задние? Огонь. Право. Все есть. Заводим. Ну, господи, с Богом. Капец. Как дед пернул с полуоборота? Дед-то пернул, но у нас не погасла лампочка заряда аккумуляторная батарея. Короче, генератор, скорее всего, капец. О, щетки даже работают. Так, сейчас нет времени этим заниматься, надо все красиво создавать. Пойдем покажем, что под капотом делать. Здесь, короче, вот тот приборчик, который мы вырвали, он шел на датчик температуры. Поскольку приборную панель починили, вот, теперь он прямо идет на прибор, я сейчас соплю, бросил, чтобы проверить. Там стрелки шевелятся. Все нормально. Значит, и здесь, с генератором, где стояло вот такое вот реле лампочки. Вот, мы его дезавуировали, потому что здесь генератор уже нового образца, и вот случили провода. То есть, этот генератор возбуждается через лампочку заряда аккумуляторной батареи. Но, поскольку она горит, генератор у нас не возбуждается. Короче, в диодном мосту там, скорее всего, беда. Короче, нет у нас зарядки. Это очень плохо, поэтому он, собственно говоря, и садится. Или вот вдох упали на дня. Короче, какая-то беда. Сейчас будем, быстро времени все меньше остается. Сейчас будем быстро все это изолентой воссоздавать красиво. Вот, выгоняйте за бруссом. Посмотрим, что будет. Котофеич замучился, наверное. По-моему, уже опять валерьянки не... Надо отвезти его. К ветеринару? К ветеринару, да. Вот, в прошлый раз вырывал провода. Теперь обратно все запихивай. Все сделаем в лучшем виде. Точно? Да я тебе хоть раз врал. Многократно. Ты мне еще в тот раз обещал валерьянки налить. Нет, в валерьянки аптека закрылась. Ну и что? Как плюшки курить, так он первый. И правда все, я не такой. Конечно, нет. Конечно. Я же спортсмен. Ну это видно, да. Вот в комментах пишут, животик у него растет. Ты запихивай, запихивай. Я спортсмен по поеданию всякой рода. И что это у тебя? Желатин. Опасные ребята. Могу тебя сажать. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Братья, все хорошо. Все хорошо. Котик хороший. Мои. Мои. Вот. Пихай, пихай, млекопитающий. Да не пожрать. Я могу тебе мышку принести? Мышку не надо. Не надо? Ну ладно. Практически финал. Находясь в пузе лотоса, все собрано. Великолепно. На все, про все ушло часа два. Еще один нюанс нашел. Вот такой вот разъемчик. Он несколько сгорел. Вот. Пришлось его тоже поменять. Сейчас хочу проверить окончательно. Будет ли оно работать? Так, здесь работает. О, щеточки. Щеточки, мечта. Так, габариты есть. Фары есть. Ближние есть. Поворотники есть. Отлично. Печка. Туда. Сюда. Личит. Так, это дворник где-то уже было. Ой. Ну и наконец, может быть чудо произойдет. И как же оно... Нет, зарядка, короче, по-прежнему горит. Зарядка по-прежнему горит, но хотя бы приборы мы восстановили. То есть теперь вот этой хреновины, которая здесь была, не будет. Так. Так, уровень топлива работает, температура работает. Значит, вот сюда, не знаю, наверное, какую-нибудь розетку потом поставим штепсельную, чтобы можно было зарядки включать. Ну, вот здесь немножко не наделали, просто нет времени уже. Да и желаний уже нет, надо валить. Есть еще одна штука, которая мне с ним просто безумно задрала. С этим ковром запарился. Ну и здесь, короче, такая же залипуха. У нас тут... Ой, бля... Сань, ты посмотри. Ад какой-то. Ну, смотри, Бабло. Фонг печальки. Ключ от Буракина. Смотри, ад, денюшки. Денюшки, фонг печальки. Отлично. Вот эту хрень, смотри, ну тоже как-то оторвать. А-а-а-а, вообще. Ебатина воняет. Воняет? Да, я чематом вернулся, и по-моему, здесь технологическое отверстие в пол. Ну, это нормально, это для слива воды. Зато, смотри, как все круто. Короче, надо ждать, пока это все просохнет, потом что-то делать. Ты что, знаешь, чем я задрал? Я сначала думал, когда мы не будем ставить, вот с этими динамиками что-то будем делать, потом не передумал, думаю, что нахрен они нужны. Что-то на чертовой матери вообще-то. Хозяин-барин. Так, еще есть вещи, которые мне больше не нужны. Так, ты сейчас боюсь лишнее оторвать. Потом аккуратно. Потом аккуратно лучше отрежем. Тут тоже все нахрен. Саня, руби все. А, что же вы, мать? Так. А, здесь даже, смотри, здесь была проводка на датчик заднего хода. Ну, ее мы тоже потом аккуратно дезавуируем. Сейчас уже нет времени до хрени заниматься. Так. Что еще мне здесь не нравится? Я кое-что нашел для себя, Саня. Смотри, какой провод. Мне кажется, он здесь больше не нужен. Что это за провод? Пофиг выливай. Все, отлично, горюще. Все, надо сваливать. Сегодня, если не хватит приключений. Пока, печалька. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставим лайки. В следующей серии покажем, как можно на халяву починить генератор. Потому что генератор у нас, как выяснилось, не работает, к сожалению. Вроде ушли. Как и любой котик, я должен пометить территорию. Достанем писюн. Ну все. Теперь это точно моя тачка. Печалька. Надеюсь, ничего не коротнет, и они не расстроятся, когда вернутся. Хотя кошачья соль, она такая, въедливая. До новых встреч, чуваки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok